Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республики. Об основных событиях дня расскажут вам наши корреспонденты и я, Родион Архивов. На заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов при главе Чувашской Республики были подведены итоги проделанной работы за все годы действия программ и озвучены прогнозы на будущее. Доступное и комфортное жилье гражданам России, развитие агропромышленного комплекса, здоровье и образование. В целом их реализация проходит успешно, но существует и немало проблем, которые отражаются в первую очередь на жителях республики. Одна из программ «Доступное и комфортное жилье» гражданам России должна помочь молодым сеньям, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны купить или получить квартиру. Но несмотря на те деньги, которые каждый год выделяются из федерального и республиканского бюджета на строительство нового жилья, немалая часть нуждающихся по-прежнему находится в ожидании. Застройщики не всегда сдают объекты вовремя. Конкуренции нет. Как были эти строительные организации, которые являются локомотивом, они строят. А там есть полудохлые на сегодняшний день, прошу прощения за эти слова, которые хотят, желают, а ничего не могут, потому что у них ничего нет. А потом еще дам, кто бы за них строил жилье. Они сидят в своих хороших кабинетах, разъезжаясь на хороших машинах, хотят бабки просто зарабатывать, прибыли зарабатывать. Вот и все, сливки снимают. За время существования программы по поддержке молодых семей с 2003 года более 10 тысяч семей получили государственную помощь. В 2013 году планируется расселить около двух тысяч семей и привлечь на это более 600 миллионов рублей. В 2012 году более 400 детей-сирот получили жилье. По плану и должно быть более 600. В 2012 году более 200 миллионов денежных средств выделено из бюджета. Нам необходимо обеспечить 242 ребенка-сироты. Сегодня я бы хотел затронуть этот вопрос как проблемный. Разрешен пока вопрос только по 22 детям-сиротам. То есть для них приобретены соответствующие жилые помещения. Часть помещений уже переданы. Оставшаяся часть строится. Сроки строительства обозначены. Это не позже конца этого года. Поэтому порядка еще 97 квартир будет введена в эксплуатацию и передана детям-сиротам. Как отметил министр строительства по программе строительства доступного жилья, до 2020 года не менее 60% нуждающихся должны улучшить свои жилищные условия. Татьяна Филатова, Константин Козлов, Республика. Сегодня же участники коррадиционного совещания по обеспечению правопорядка одобрили кандидатуру Владимира Романова для назначения на должность начальника госинспекции безопасности дорожного движения МВД Почувашия. До этого времени Романов исполнял обязанности начальника ГИБДД. Кроме того, на совещании был рассмотрен вопрос о состоянии работы всех структур и органов власти по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике травматизма. Статистика по-прежнему неутешительная. С наступлением холодов количество ДТП, как водится, возросло. Немаловажное значение имеет и состояние магистрали. Несвоевременная очистка может привести к серьезным последствиям. Подробнее о том, какие меры будут приняты в первоочередном порядке, как развивается межведомственное взаимодействие в рамках программы «Безопасный город» и о других задачах на ближайшее время в следующем выпуске «Республика». Сегодня в Нижнем Новгороде проходит совещание полномочного представителя президента России в Привожском федеральном округе Михаила Бабича с главными редакторами средств массовой информации. На встрече с Михаилом Бабичем присутствует представитель средств массовой информации практически со всех регионов Привожского федерального округа. Главных редакторов не испугал даже мороз. А ближе к Нижнему термометр показывал с утра около 25 градусов. Чуть больше года Михаил Бабич занимает пост полномочного представителя президента России в нашем Привожском округе. И почти сразу же в начале января этого года он приезжал в Чувашию, чтобы посмотреть, как идет жилищное строительство. Но сегодня он говорил практически о том же. Социальная политика округа, возможности регионов определяются исходя из экономического положения республик и областей. Итоги с 2012 года неплохие, успехи очевидны. Но, как сказал Михаил Бабич, есть и проблемы, которые обсуждались сегодня на встрече с руководителем печатных электронных средств массовой информации. Это и повышение зарплат, и наведение порядка в сфере ЖКХ, и поддержка среднего бизнеса, и перспективы развития высшего образования и многое другое. Что, впрочем, и составляет нашу жизнь. Усиленно в 2012 году занимались местным самоуправлением. Ведь это прямая связь с людьми. Был создан даже окружной совет по местному самоуправлению. Отдельная тема – противостояние религиозному экстремизму, сохранение согласия между народами, живущими на территории многонационального округа. Для решения задачи формируются так называемые сотни полпредов, чтобы обучать молодых, помочь им подняться на карьерном лифте вверх. Говорили о важности географической политики и поддержке института семьи. Михаил Бабич положительно отозрался об инициативах регионов, в том числе и руководства Чувашской республики, направленных на стимулирование рождаемости и создание благоприятных условий для восстановления детей. И все это делается за счет собственных ресурсов. То очень важно. Подчеркнул полпред. Во время морозной погоды, установившейся в последние дни в республике, жители чаще включают обогревательные приборы. Их неисправность порой становится причиной пожаров. В Чувашии с начала года произошел 1031 пожар. В прошлом году за это же время случилось на 50 пожаров больше. Материальный ущерб составил 47 миллионов рублей. В 2011-м 62 миллиона. В огне погиб 91 человек, что на 11 меньше, чем за этот же период прошлого года. Пожарные спасли 363 человека. В 2011-м году 393 пострадавших. Еще одна беда морозной погоды. Горящие автомобили. За последние три дня в республике их сгорело пять. С начала же года зарегистрировано более 130 автопожаров. Основные причины таких возгораний – неисправность техники. Многие водители устанавливают в салонах запрещенные устройства для обогрева. Зачастую люди обращаются в неаккредитованные мастерские. Пик автопожаров приходится на морозную погоду. Большинство автолюбителей на холоде прогревают автомобили открытым пламенем. Это приводит к воспламенению горючих материалов. Автомобили горят очень быстро. Из-за того, что много пластика, много поролона используется в его отделке. Практически за 20 минут автомобиль выгорает полностью. Не всегда у водителей имеются исправные огнетушители. Портер уже полон. Ложи блещут. Сотни кадетов из разных уголков Чувашии целый год готовились к особенному событию. И вот, наконец, долгожданный бал-бал, на котором они смогут показать все свое мастерство. Удивительная атмосфера царит сегодня в этом зале. Шелест длинных платьев, блеск мундиров, торжественная музыка. Такое ощущение, что мы попали в далекое прошлое. Но на самом деле все происходящее не сон, а Георгиевский бал, который проходит уже в шестой раз в нашем городе. Кадетский Георгиевский бал имеет вековую традицию, которая зародилась в те времена, когда дух Отечества и дух патриотизма в России был очень высоким. Недаром кадетский бал приурочен к памятной дате – Дню Героев Отечества. Эту важную традицию доверено сохранить и продолжить кадетам Чувашии с помощью вальса. Эта традиция, конечно же, очень важна для воспитания. Потому что человек, который одевает военную форму, он чувствует особую ответственность. А человек, когда в военной форме еще рядом такая прекрасная дама, он двойне чувствует ответственность. Поэтому я очень рассчитываю, что эта традиция будет жить и после нас, дай бог ей жить веками. И очень важно, чтобы эти традиции передавались с поколения поколений. Но это не просто танцы. Это конкурс на лучшее выступление, в котором оценивается все – техника, наряды и даже настроение. И попасть сюда смогли только те ребята, которые в течение всего года показали наиболее лучшие результаты в учебе и отличились на различных мероприятиях республики. Своих воспитанников, девушек в воздушных нарядах, шествующих под руку с одноклассниками в парадных мундирах, на паркет выводили классные руководители и директора школ. Для кадета танцевать – это столь же естественно, как маршировать, как хорошо учиться, как быть физически подготовленным, быть образцовым. Это одна из составляющих того, что мы называем кадетский элемент в образовании и воспитании. Мы готовились два месяца, очень старались, приходили после школы сразу в танцевальный зал. Для нас этот балл очень много значит, потому что этот балл кадетский, и мы приехали сюда, чтобы посмотреть на другие школы, как они танцуют. Мы начали готовиться с начала учебного года. Наш танец очень красивый, кладья мы шили сами. С каждым годом балл становится все масштабнее. В следующем году организаторы планируют сделать его региональным и объединить кадетов всего по Волжье. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. В канун празднования Нового года судебные приставы Чуваши объявили акцию по взысканию задолженностей по элементам. Новый год – праздник семейный, когда папа становится Дедом Морозом и приносит детям долгожданные подарки. По задумке судебных приставов, именно эта волшебная метаморфоза и должна произойти с элементщиками республики. Родители даже самые безответственные должны подарить детям сказку. Выплаченные элементы тоже будут хорошим подарком. Акция продлится до 24 декабря. Каждому должнику напомнят, что от их выплат порой зависит жизнь и здоровье собственного ребенка. На днях к судебным приставам в прямом смысле слова были доставлены жители Ленинского района города Чебоксары. Так, один из должников с июля прошлого года просто забыл о собственном сыне и накопил задолженность на сумму более 40 тысяч рублей. Официально горе папаша нигде не работает и трудоустроится, не пытается, пьянствует. Судебные приставы не раз пытались образумить должника, но безуспешно. Мужчине вручили предупреждение об уголовной ответственности по части 1 статье 157 за злостное уклонение от уплаты алиментов. В отношении должников, чья вина будет доказана судом, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации будут применены такие санкции, как исправительные работы или решение свободы сроком до одного года. С начала 2012 года судебными приставами Управления Федеральной службы судебных приставов России по Чувашской Республике по фактам злостного уклонения от уплаты алиментов возбуждено 685 уголовных дел. Галина Титарчук, Антон Антонов, Республика. Чем ближе новый 2013 год, тем ощутимее праздничная атмосфера из столицы Чувашии начала примерять праздничный наряд. К 20 декабря в Чебоксарах на площади Республики вырастет огромная горка в виде змеи, появятся ледовые скульптуры и сказочная карета Золушки, запряженная лошадьми. На этой неделе во всех учреждениях культуры, образования и спорта начнутся детские утренники, концерты, младежные баллы, спортивные состязания. Городской праздник состоится 22 декабря. Что ждет чебоксарцев и гостей столицы в эти дни, рассказала начальник управления культуры администрации города Чебоксары Алла Салаева. Фактически Красная площадь сегодня уже готова для того, чтобы встретить наших горожан. Уже работает каток, установлена красивая елка рядом с Чувашским драматическим театром, оформлена подсветка деревьев, таким образом приглашая всех прийти на Красную площадь. До 20-го числа резиденция Деда Мороза тоже будет оформлена и уже готова будет встретить главного новогоднего волшебника. И 22-го, конечно, в эту субботу, мы не будем ждать следующей недели, чтобы в субботу именно выходной день у нас у всех у горожан, независимо от погодных условий, как мы говорили только что, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда, и именно малыши как раз и не боятся холода, потому что они смело одевают свои валенки и идут кататься на лыжах, на ледянках, на катках. Так вот там мероприятия будут проходить в течение всего дня. В 11 часов уже около монумента матери начнется конкурс катания на ледянках и на санях. Плавно это все перейдет на Красную площадь, где с 17 часов на бульваре Купца Ефремовых начнет работать сказочный бульвар, где будет выставка Валинг, и можно будет сфотографироваться с Мальвиной. В рамках арт-проекта «Сказочный бульвар» будет работать 11 абсолютно разных тематических площадок. На каждой из них гостей ждут игры, конкурсы и горячий чай, а в 18.00 в свою резиденцию прибудет главный новогодний волшебник Дед Мороз. В 19.00 праздничный день завершит молодежный проект «Горячий лед». На главном городском катке состоится мастер-класс от мастеров фигурного катания. Все желающие смогут научиться танцевать на коньках вальс и танго. Турниры настоящих профессионалов. Лучшие борцы из 12 российских регионов встретились на турнире на призы Героя России Николая Гаврилова. Сегодня финальные схватки. Кульминация отборочного этапа. Главная интрига – кто же получит звание мастера спорта? Среди претендентов на этот почетный титул – более 40 сильнейших спортсменов. «Радость победы» с теми, кто поднялся на пьедестал, разделили и мои коллеги. Неожиданный поворот событий для болельщиков. Первая схватка за золото турнира. На татаме выходят сразу два чувашских спортсмена. Удачный бросок и мощный захват принесли счастливый билет борцу в красном трико. Степан Филиппов становится первым призером всероссийских соревнований. В этом бое ему удалось значительно улучшить и личные рекорды. «Да, схватка была сложная. Он физически сильнее, мне не хватало сил, но я выдержал и выиграл от схватки». Вторая золотая медаль тоже досталась чувашскому спортсмену. На пьедестал подсчета поднялся... Субтитры создавал DimaTorzok